Дорогие наши друзья, мы вновь с вами в телестудии телеканала Благих Новостей в городе Чикаго. И эта программа, которая называется «О самом главном», мы продолжаем говорить о неприходящих библейских ценностях, о том основании, которое положили апостолы. Сам Бог в основание положил краеугольный камень, это Иисус Христос. Об этом сегодня наш разговор, об этом сегодня слово, которое вы услышите, поэтому будьте с нами, активно участвуйте в сопереживаниях. Вы можете высказывать свои мысли у вас на ваших телеэкранах, есть наши телефоны, есть скайп, есть электронная почта. Звоните, пишите, молитесь за нас, мы любим вас. И я сегодня имею вновь эту привилегию представить в нашей телестудии нашего гостя, моего друга, пастора церкви, который называется «Христос для всех народов» Василий Гордайчук, город Чикаго. Пастор Василий, поприветствуй наших телезрителей, они любят это слово о познании Бога. Пожалуйста. Мне очень нравится то, что вы сказали о познании Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие, и я вас всех приветствую. Стихом, одним из любимых моих стихов, послание к Ефесянам, 1 глава, 17 стих. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал нам дух премудрости и откровения к познанию Господа Иисуса Христа. Действительно, это является самым ценным, важным и нужным. И самое главное, то, что это не разочаровывает. Это приносит настоящую радость познания Господа. Это захватывает. Это становится очень интересным. В какой-то момент жизни все интересы остальные, ты понимаешь, что они не главное. Познание Господа Иисуса – это самое ценное, важное и главное в нашей жизни. Дорогие друзья, и я напомню, что это слово, которое проповедуется здесь, с кафедры ТБН, оно созидает твою жизнь. Я хочу сказать, что пастор Василий, с которым мы уже ведем разговор продолжительное время о познании Бога – это человек, это муж Божий, поста и молитвы. Это не просто слова, это не просто теория, это жизнь. Достаточно сказать каждому из вас, как для примера, пост и молитва являются неотъемлемой частью в познании Бога. И об этом мы говорили с вами в прошлой нашей телепередаче. Поэтому будьте сегодня внимательны, и вы услышите очень много не просто полезного, не просто так, ну, как бы сопутствующего в вашей жизни, а основы вашей победной жизни. Ведь вы уже устали от этой рутинной жизни, вы устали от религиозной жизни, вы устали от молчания Бога, вы устали от самих себя. Поэтому молитва наша сегодня за каждого из вас, дорогие друзья. Бог любит вас, поэтому Он послал это слово для вас. Итак, пастор Василий Годочук, Церковь Христос для всех народов, город Чикаго, Соединенные Штаты Америки. Я хочу вам сказать, дорогие мои, что уже на протяжении двух лет эта церковь проводит ежедневные молитвенные служения. И они не устают. Этот дух молитвы захватывает, потому что церковь меняется, меняя сердца наши. Бог меняет направленность церкви. Они постятся достаточно много. Каждый год они начинают служение, вследование за Господом с поста и молитвы, многодневного поста, 21 день. Пастор Василий много раз постился многодневными, многосуточными постами. И по 40 суток он имел пост. Он увлечен вот этим стремительным движением бурной реки духовной жизни в познании Господа. Поэтому не страшны никакие повороты, не страшны никакие камни на пути, не страшны ни погода, ни атмосфера. Потому что умиротворение приходит в жизни, когда ты погружаешься в Бога. В Бога познания. Это та самая главная основа, которая содержится в Писании, и она не приходящая. Итак, сегодня пастор Василий будет говорить о жизни церкви. И я хочу, пастор Василий, сначала спросить. Название церкви «Христос для всех народов». Как оно возникло? Об этом же говорит Иисус, что дом мой, дом молитвы, наречется для всех народов. Что значит «Христос для всех народов»? Что он кормит, решает проблемы. Я знаю, пастор Василий из скорых имеет название церкви «Ответ в Иисусе». А у тебя название церкви… Что вы вложили в название вашей церкви «Христос для всех народов»? Это очень интересная история. И она с вами связана, пастор Михаил. Когда-то мы были в Нью-Йорке и посетили церковь Дэвид Вилкерсона. И в разговоре с людьми, которые там находятся в церкви, мы узнали о том, что в этой церкви около 110 национальностей. Это было, я думаю, может, 15 лет назад. Это меня очень тронуло. Как это можно в одну церковь собрать около 110 национальностей? Потому что национальный вопрос – это очень непростой вопрос. Очень непростой. Очень непростой для всех людей. И поэтому я думаю, о, когда я услышал о том, что 110 национальностей находятся в этой церкви, я понял, значит, в этом деле Бог. Это как семя было посеяно в мое сердце. Потом, через какое-то время, когда мы начали церковь, мы долго не могли назвать. Разные названия приходили, пока мы не остановились вот именно на этом, что Христос для всех народов. Президент Обама как-то в своей первой предвыборной кампании, он говорил о том, что в Чикаго, так как он тоже из Чикаго, проживает около 130 национальностей. Это меня очень тоже заинтересовало. Он хорошую информацию дал. 130 национальностей проживает вот в определенном районе Чикаго. И все эти люди, они должны слышать о Боге. Бог нас через это учит, чтобы принимать все национальности, принимать всех людей. Иисус Христос пришел для всех. Он умер за всех. И вот эта вот идея, она долго находилась в моем сердце, пока не вылилось в это название «Христос для всех народов». Получается, что название церкви – это является видением вашей церкви? Это является видением нашей церкви. И практически в нашей церкви находятся много национальностей. 10-15 национальностей разных людей, которые на сегодняшний день приходят в нашу церковь. И всех их нужно объединить. Ведь у них разная культура, у них разный менталитет, разное образование, даже разные внутренние желания. Пища разная. Ведь вы имеете какие-то и вечера, где столы накрываете. Как вы это все устраиваете вместе? Ведь у вас, как я знаю, есть и из Швеции, ну вот люди, у вас есть и из Ирана, у вас есть мексиканцы, у вас есть других. Как вы все это соединяете? Как Христос сумел объединить все народы в вашей церкви? Пища очень важную роль играет в нашей жизни. И поэтому очень интересно пробовать другие кухни. Это на своем остается вместе. Но самым главным, я думаю, что самым важным и объединяющим это является Господь. Когда люди приходят и видят Божью реальность, вот эта любовь, которая Бог наполняет их сердца, она убирает как бы остальные барьеры. Остальные барьеры, они уходят. И интересно, что в книге «Деяния» мы смотрим о том, что там при разрешении, конечно, определенных конфликтов, которые возникали, но, тем не менее, Бог смог собрать людей разных национальностей, очень много разных национальностей. Поэтому одна из работ Божьих, которая происходит и в церкви, и в сердце, и в жизни, и в обществе, когда вот эти барьеры восприятия других национальностей, они просто уходят. Мы по-разному проводим хлебопреломление в нашей церкви. И я обращал внимание, очень важно на наши отношения с Господом. И мы так любим каяться перед Богом, исповедоваться пред Ним. У нас как бы это получается хорошо. Но следующее, что Христос пришел примирить в одном теле и небесное, и земное. То есть результат преломления, он потом отображается на наших отношениях друг с другом. И поэтому иногда мы практикуем преломление, чтобы люди с разными национальностями, я говорю, подойдите к человеку другой национальности, поучаствуйте с ним в преломлении, преломите хлеб и поймите, что Бог его любит так же, как и вас. И может быть в вашем сердце есть какое-то невосприятие этой национальности, Бог уберет это. В своем сейчас слове ты сказал, что когда приходит реальность Божия. Вот что это значит реальность Божия для Церкви, Христос для всех народов. Как ощутить сегодня нашим телезрителям, которые так жаждут реальных вещей. Мы уже устали от наших воображений, от несбывшихся мечтаний. Потому что Писание говорит, что несбывшаяся долга, несбывшаяся надежда, она просто томит сердце. Сегодня среди наших телезрителей есть истомленные вот этим ожиданием сердца. Поэтому слово, которое сегодня высвобождает пастор Василий Гайдачук из Церкви Христос для всех народов, это слово сегодня утоляет твою жажду. Это слово сегодня направляет твои стопы на реальность отношений с Богом. Твоих личных и в Церкви. Подумайте, дорогие мои, я понимаю, что нас смотрят разные категории людей. Нас смотрят разные деноминации. Нас смотрят те, которые привыкли к определенным культурным ценностям. Но как бы вы посмотрели на это, если бы в вашей Церкви было предложено во время преломления хлеба, вечери Господней, подойти к человеку другой национальности, который совсем другой, не так, как вы. И вы вместе преломляете хлеб. И тогда приходит сознание. Он тоже дитя Божие. Он часть моя. И сегодня рука не может сказать, ноге, ты мне не нужна. Сегодня, как апостол Павел учит, мы важны друг для друга. Вот это и есть самое главное, что пастор Василий поставил во главу угла в созидании Церкви Христос для всех народов. Поэтому это слово очень важно для тебя. Пишите, звоните. Мы вместе с вами. Наши данные на ваших мониторах. Вы можете рассчитывать на любовь Божию через тех людей, которые сегодня служат вместе с нами. Вот в этой команде телеканала Благих Новостей. Потому что от запада до востока, от севера до юга, во всех странах передачи эти смотрят, получают ваши отзывы, ваши письма, ваши звонки и молятся за вас. Дорогие друзья, мы не безразличны Господу. Мы нужны друг другу. И об этом сегодня речь в нашей телепередаче. Поэтому, пастор Василий, Христос для всех народов, реальность Божия. Мы члены тела друг друга. Пожалуйста, продолжай. Это твое время. Проповедование Евангелия на ТБН. Аминь. Я думаю, что самой главной реальностью является познание Господа Иисуса Христа. И вот та реальность, о которой вы сказали, что в чем выражается реальность, вот в вашей церкви, о чем вы учите. Мы учим о реальности отношений с Иисусом, о том, что Иисус – это реальная Личность. Мы должны полюбить Его. У меня есть один хороший друг, которого зовут Дуэйн Роббернс. Он с Канзас-Сити, с Айхаб, с Томом Молитвы. И он очень часто рассказывает о себе, говорит о том, о его любви к Господу, насколько он любит Господа. Когда Божье присутствие и любовь к Иисусу наполняет нас, это не только наш разум познает это, наши чувства затрагиваются этим, наши эмоции затрагиваются этим. И когда он говорит об этом, он думает следующим примером. Вот я представляю себя, мои отношения с Богом, насколько они возрастают. Я вижу себя, когда мне 80-90 лет. Вперед он видит себя. Да, 80-90 лет. И я сижу на веранде у себя дома, на кресле-качалке. И ко мне приходит мысль. Иисус. И вот только от одного сознания этой мысли, Иисус, мое сердце задрагается. Я вижу смысл моей прожитой жизни. Только лишь одно вот это вот имя произнесенное. Иисус. Я думаю, что это опознание Бога. Дорогие друзья, это не просто эмоции. Это Слово Божие, которое проникает в твое сердце. Я хочу спросить тебя, дорогой наш друг, брат и сестра. Ты уже определенное время следуешь за Господом. У тебя есть свой опыт жизни, обращения со Священным Писанием, обращения к Господу через молитву. Можешь ли ты представить себя, жизнь твою духовную, через 10 лет, через 20, через 30, в зависимости от возраста, в котором ты сейчас слушаешь меня. И когда ты будешь, как этот человек, один на один сам с собой, в этой веранде своего обустроенного дома, прожив этапы жизни, сложной жизни, в конце концов, имя Иисус, что оно вызывает в твоем сердце? Какие эмоции, какие переживания? И даже здесь, на ТБН, пастор Василий не мог это без содрогания благоговейного присутствия Божия передавать эту благую весть для тебя. Вот что означает реальность Божия. Послушайте, многие привыкли, многие даже очерствели в своей религиозной жизни. Сегодня время пробудится. Сегодня время, когда это доброе семя падает на почву. Какова почва твоего сердца? Пусть эта проповедь, которая исходит от моего близкого друга, пастора Василия, из Церкви Христос для всех народов, пусть приведет тебя сегодня в это сокрушение. Там, у твоего телевидения, где ты можешь склонить колени. Пусть потрясет это тебя. Пусть ты придешь в состояние вот такого сокрушенного духа перед Богом. Ах, как Господь жаждет этого. Дорогие друзья, мы будем молиться в конце нашей передачи. И пастор Василий будет молиться именно о том, чтобы дух сокрушения, дух реального присутствия Божия пришел в твою жизнь. А сейчас еще время открыть свое сердце для того, чтобы послушать, что сегодня Бог приготовил тебя через стиль для канала Благих Новостей. Служитель Божий, пастор Василий Гадачук. Да, этот любимый мой стих. Послание к христианам, 1 глава, 17 стих. Чтобы Бог Господа, Иисуса Христа, Отец Славы, дал дух премудрости и откровения к познанию Его. Поэтому мы живем в такое время, это очень важное, очень ценное время. Каждый день нашей жизни очень важный, очень ценный. В конечном итоге, как верующие, как неверующие люди, мы как люди прожигаем свою жизнь. День прошел, жизнь прожита. Как он прошел, как мы его прожили? И поэтому очень важно познавать Господа. Почему очень важно познавать Господа? Потому что все в конечном итоге будет измеряться, насколько мы знали Его. И те слова, которые Иисус говорит, что «я никогда не знал тебя», если Он тебя не знал, значит и ты Его не знал. Значит, если Он тебя может знать, значит и ты можешь Его познавать. Поэтому это реальный вопрос познания Господа Иисуса Христа. Он реален еще тем, что мы живем в век толерантности. Мы подходим к таким моментам в нашей жизни. В свое время казалось, как в Америке, в Соединенных Штатах, нельзя будет говорить о Рождестве. Это было немыслимо, чтобы во время Рождества не говорить «я поздравляю тебя с Рождеством». Сегодня говорят «я просто поздравляю тебя с праздниками». Включая и Рождество. Так вот, мы подходим к такому моменту в жизни, что когда наша вера в Иисуса, она будет испытана. И поэтому очень важно не терять свою жизнь, не проводить ее впустую. Я всегда говорю, что не думать о том, что все само собой начнет меняться, что как-то само поменяется. На все, что Бог обращает внимание в нашей жизни, мы должны обращать на это внимание, мы должны с этим соглашаться. Это должно стать нашей молитвой. Мы должны просить Господь, «давай мне дух премудрости, откровения к познанию Тебя». И поэтому наша вера в Иисуса Христа, она будет испытана. Это очень важно. Когда мы познаем нашего Господа Иисуса Христа, то естественно, так как написано в послании к Коринфянам, мы начинаем благоухание, познание о Нем распространять во всем мире. Мы как люди, мы как верующие люди, как и все люди вокруг нас, нас всегда что-то интересует, мы чем-то увлекаемся. И почему-то мы думаем, что Иисус Христос не достоин нашего увлечения. Мы можем увлечься всем, как мы говорили раньше, исцелением, освобождением. Мы можем увлечься материальными вещами. Это на самом деле все Его благословение в нашей жизни. Но самое главное, не пропустить Его. И Он достоин не просто какого-то момента в нашей жизни, Он достоин всего нашего внимания, чтобы все наше внимание мы посвящали тому, чтобы познавать нашего Господа. Пастор Василий, я думаю, дорогие друзья, что если это слово рядом сидящего со мной брата трогает меня, не оставляет равнодушным, это слово волнует и тебя. «Дабы испытанная вера ваша». Вы знаете, это не просто тезис, который провозгласил пастор Василий здесь на телепрограмме «Благих новостей». Это Священное Писание. Вера наша, она испытывается. И все то, что мы утверждаем, все то, что мы провозглашаем, все то, о чем мы говорим, что это наша сущность, это будет еще испытано. И сейчас у нас еще есть несколько времени, перед тем, как пастор Василий в заключении программы будет молиться за вас, дорогие мои, о реальности Божией, о реальности присутствия Божия в вашем сердце. Сегодня еще есть время несколько слов высвободить для вас о том, что вера, она испытывается. Пастор Василий, «Дабы испытанная вера ваша». Откуда ты пришел к этому убеждению, не только прочитав первое послание Петра, первая глава, седьмой стих, а в жизни, как это слово стало для тебя плотью? Что это значит? Испытанная вера. Твоя вера. Как испытывается? Вера твоей церкви. Как испытывается? Да. Так Слово Божие говорит нам, что все будет испытано. И вера в том числе и испытывается. Все, что на самом деле, все, что мы строим в нашей жизни, оно все подлежит испытанию. Евангелие Матфея, седьмая глава, последняя стихи, которая там написана, что подул ветер, волны пришли, началось такое вот сверхъестественное движение стихий земных, и любое строение, оно подвержено тому, чтобы испытывать. Поэтому очень важно, очень важно строить правильно. Очень важно строить на правильных мотивах. Очень важно строить на правильном основании, которым является Иисус Христос. Все будет испытано. Но я хочу еще раз вернуться вот к этой мысли о том, что Иисус Христос является очень важной, очень интересной, очень привлекательной личностью. Он достоин нашего внимания, он достоин нашего времени. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что толпы народа шли за ним. Просто так толпы народа не пойдут ни за одним человеком. просто так он проходил и сказал, Петр и Андрей, пойдем за мной. Они бросили свои сети и пошли за ним. Я человек, который увлекаюсь, если я начинаю что-то делать, я увлекаюсь этим. С полным посвящением. С полным посвящением. Мне это очень интересно делать. И я просто так не брошу это дело, оно мне интересно. Это кормит мою семью, это мне приносит радость, это удовлетворяет меня. Они бросили все, пошли за Иисусом. Он проходит мимо Матфея, который является сборщиком податей. Это насиженное место. За это место люди деньги платят. Это по наследству место передается. Матфей, он даже не сдавал свою кассу. Он просто оставил и пошел за Иисусом. Это говорит о том, что на самом деле Иисус очень интересная личность. На самом деле это говорит о том, что Иисус очень привлекательная личность. И поэтому, когда к нам приходит это понимание, что Он самый главный, важный, ценный, мы начинаем строить на Нем. У нас появляются правильные мотивы. Теперь мы начинаем делать все с Ним. И когда приходит момент испытания нашей веры, наша вера устоит, потому что она построена на правильном основании. Мы выбрали правильно. Мы сделали правильную ставку в нашей жизни. Дорогие друзья, к сожалению, так быстро время, а может и не к сожалению, время быстро летит. Приближается пришествие Господа, но программа наша заканчивается. И у нас есть время еще, несколько секунд, прежде чем мы закончим эту передачу, помолиться за вас, чтобы реальность Божия пришла в вашей жизни. И как я говорил, пастор Василий совершит эту молитву. С вами были мы, пастор Михаил Чикаго и пастор Василий Чикаго в телестудии, телеканала Благих Новостей. Пишите нам, звоните нам, мы любим вас. Пожалуйста, помолись. Дорогие, мы любим вас. И я верю в то, что жертва Иисуса Христа, его молитва о нас, она будет исполнена. И я верю в то, что однажды мы все будем захвачены этой идеей, этим желанием познавать Господа Иисуса Христа. И я молюсь вот на основании этого стиха, Ефесянам, первая глава, семнадцатый стих. Дорогие, я молюсь о том, чтобы Бог дал каждому из вас дух премудрости и откровения к познанию Его, чтобы это стало целью и смыслом вашей жизни, познавать Господа Иисуса Христа. Будьте благословенны. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу. И я от имени Господа прошу вас, будьте внимательны к слышанному. Это слово о реальности Бога в вашей жизни. Пусть произведет новый этап подъема победной жизни для вашего следования за Господом и для славы Его великого, могучего имени. Я напоминаю вам, что у вас есть привилегия ощущать себя во взаимосвязи со всем телом Иисуса Христа. Телеканал Благих Новостей, он объединяет всех нас. Поэтому молитва наша у вас, чтобы вы процветали в этом познании Господа и испытается вера ваша во славу Бога. Будьте благословены, пишите нам, звоните. Это телеканал Благих Новостей и наша передача о самом главном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова